И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Это вот Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня вообще я хотел заняться улучшением верстаков, апгрейдом и так далее, и так далее. Но наткнулся, во-первых, на новые вики, русскоязычные вики. Называется она, ну, Conan Exiles, вики.ру. И, что самое главное, я там наткнулся на статью под названием Големы и Стражи. И тут я понял, что именно этим я и хочу заняться. Но, перед тем, как начать, то есть, во-первых, я убрал мод на фижонист, но я им все равно не пользуюсь. А он закрывает мне статы. Жара, холод, вот это вот все, он перекрывает, это немножко неудобно. Это, во-первых. А во-вторых, я установил PP User and Server Management. То есть, для того, чтобы я мог нажать вот так вот, прописать не расчет, вот это вот, а хоме. И я телепортируюсь домой. То есть, чтобы сэкономить немножечко время. То есть, здесь я телепортируюсь куда нужно, а вот домой, чтобы сэкономить время, я буду телепортироваться так вот. Для вас вообще никакой разницы нету. Вот то, что я буду бежать, допустим, пешком отсюда вот сюда, вот для вас никакой разницы. Вы это все равно не видите. Даже наоборот хорошо. Я буду меньше моментов всяких включать, которые я нашел. О, вот это и все в таком духе. Меньше болтовни будет. А для меня это очень сильно экономит время. Вот. Также поставил своих чуваков здесь на вход. Во-первых, чтобы воротинки не мешались. А во-вторых, они так немножечко хранят. И вход, и сделал вот такой вот навес. То есть, немножечко всех расставил более аккуратно. Вывел еще двух коней. Думал, другая расцветка появится. Обломись, как говорится. Че-то ты у меня тут сдвинутый такой. Это, наверное, из-за того, что я тут с кем-то дрался перед этим около ворот. Поэтому он сдвинулся по ходу дела. Без понятия, что как по настройкам я им сделал. Но пускай пока будет так. Так вот. Големы. Также я покопался в кулинарии и нашел там два вида. То, что мне нужно. Ну, конечно, самое хорошее, из-за того, что можно было найти в еде, сильное согревание. Это кулина пиратская кухня. Находится она... Обломка корабля. Это у нас где? Так, судя по карте... Ага. Находится они вот здесь вот там. То есть, вот в центре экрана вы видите. Там обломки корабля. И там находится пиратская кухня. Но они требуют... Эта кухня требует... Так, где у меня холодос со специями? Кто бы еще помнил. Кстати, надо это проверить все. Чтобы она не забилась. Просто, когда дойдет стак до максимума, она перестанет добываться этот стак. То есть, она будет ловиться, но будет по факту исчезать. Там, в общем, требуется для этой хавки вот такая штука. Редкая специя, которая требуется 5 штук для одного блюда. У нее, типа, вот этот показатель, ну, как, допустим, у шмотки, да? То есть, вот этот показатель у нее на максимум. И эта штука довольно-таки прикольная. Но редкая специя, я без понятия, где ее доставать. То есть, я ее просто находил в мире. И складываю вот здесь вот. Ну, чтобы она была. То есть, понимаете, это все совершенно не то, что мне нужно. Но, качественная готовка, я нашел, качественная готовка 4.9. В Голе мы вернемся. Да твою мать, вот с этими ховами. Вот, вот эту готовку, а именно пряный отвар, здесь, опять-таки же, вот эта температура очень плохо отображается. На сайте же у этого отвара отображение тоже по максимуму. Ну, опять-таки же, требуется медовуха и мухомора. Это моя всего, ну, лутал, пока бегал. Ну, то есть, медовуху-то я могу сделать, а мухоморов я налутал, пока бегал. То есть, вот, на медовуха, то есть, делается довольно-таки легко. Кстати, да, мне писали в комментариях, типа, зачем ты алоэ поставил выращивать? Ты же можешь налутать это? Да, я прекрасно знаю. И вот у меня стоят разрыхлители, они растут. Просто я всегда запихиваю алоэ, почему-то всегда первым запихиваю. Хотя оно здесь выращивается отстойно, но я ее всегда запихиваю первым. Так вот, пряный отвар, это у него в статус сильное согревание, что логично, это пряный отвар. А вот готовка первого уровня, есть среднее охлаждение, то есть, это вот эти вот три полосочки, как у шмоток с солнышком. Это дорфарский суп из жуков. И он находится как раз-таки в том, где я был вместо, то есть, вот здесь, там, вместо призыва, он около них находится. И это, по сути, самое из того, что я могу получить самое лучшее. Ну, что мне хоть как-то, хоть что-то и чем-то должно помочь, если верить этому сайту. Обязательно проверим. Големы. Големы просто так не появятся в изучениях. Нужно, собственно, к чему я вот это все говорил. Я здесь пойду просто по пути к дорфарам, потому что вот здесь, вот здесь, это примерно, пик мег... пик мег камазиса. Вот. Это то место, куда мне нужно пойти, чтобы найти этого, собственно, мастер-резчик Хуан. Именно туда пойдем. Ну и заодно зайдем вместо призыва для получения нужного... Кстати, я могу в провал телепортироваться. Для получения нужного мне, так сказать, рецепта готовки. Провал. Провал у нас находится... Ну да, здесь. Тпхм все в провал. Вот. И, по идее, после того, как я изучу, у меня будет мастерская сборки големов доступна и верстак големов. И вот там, как раз-таки, как я понял, я смогу изготавливать. Кстати, мне вот нужно будет вот этого чувака внизу. Там вот скелеточек, как я понял, тоже нужно будет валить. В общем, до боссов мы когда-нибудь доберемся. Вот. Во. И мне, собственно, здесь уже недалеко. Сейчас туда и загоняем. Вот эта готовка, по идее, должна быть где-то... Где-то здесь. Добрый вечер. О! Ой, здорово! Здорово! Да вы серьезно, что ли? Да пошли вы в задницу, дебила! Алло! Вот хочешь вас давно в живых оставить? А вы выпендриваетесь. Особенно вот вы. Какого фига музыка играть? Я понять не могу. Ну, громкость музыки выключена. Такого... Вот это прямо раздражает, когда эти дебилы не могут нормально у себя настроить ничего. Ладно. Мне вот это вот барабаны нафиг не сдались. Так. Вот. Нажимаем. Да, вот. Наготовка первая. Все нормально. Все хорошо. Это изучено. Здесь вроде бы больше ничего нету. Так. Все трупы обыскал. Здесь вроде бы ничего нету. Вот вроде бы только где-то здесь, что ли, наверху что-то было. Я уже и не помню. Или с той стороны. Да, я звуки выключил, потому что ну, прям у меня вот эти барабаны меня это раздражает. То есть, если я хочу включить музыку, я включу себе музыку. Колдун. Ну, допустим. Так. Фрагмент реликвия. What the fuck? Словарь. Использовать. Хо-хо-хо. Изву-ка толмач и язык. Прикольно. Я изучил, во-первых, изучил язык, во-вторых, какой-то толмач изучил. Прикольно. Записки. Ахеронский язык. Ну, допустим, окей. Не, это ни к чему. Но пускай будет. Опять-таки же, почему я здесь все изучил, потому что это ихнее поселение. Вот этих вот поселений людоедов. И они поэтому, то есть, здесь все это дело можно, ну, вот такое дело изучить, скажем так. Так, попытаюсь наверх забраться и посмотреть, что там. Но мне кажется, где-то что-то я еще здесь находил. О, вот я еще что-то находил. Ну-ка. Новая эмоция. Шлепок. Оп. Шлепок. Ах, твою мать. Че, получила зашлепнуть. А, шлепок есть, не ошибаюсь. Это типа заигрывание, что ли? на, я фото. Сигровый? Да. Это я помню. Я не знаю, зачем это эмоция, но как-то так. Ладно. Кулинарию изучили. Это хорошо. О, замочили эту тварь, которая за мной бежала. Вот. Это главное. Да отстань ты от меня. Вот, да. Иногда слева будет появляться чат, но это маленькая плата за то, что у меня есть хом. не трожь. О, завалить ген. Зря вы мне это показали. Лук, конечно, имбовая штука. Хороший, точнее, лук, это, конечно, имбовая штука. Хороший лук, хорошая стрела. Ой, а я все страдаю фигней с испытаниями. Ну, почему бы и нет? Так, ладно. В любом случае, как я уже сказал, нам нужно, ну, тут, кстати, недалеко. Кстати, можно еще крокодила посетить. Ну, почему бы и нет? Кстати, про имбовость лука. Смотри, сколько урона вносит. Прям так не кисло. Ну, именно полный натяг надо. Ну, хотя это такое, больше баловство. Хотя, вот, когда вот он так делает, можно и с лука пострелять. так, на, посмотрим, что у нас здесь. О, оружие для проворных. Интересно даже. Это что у нас за оружие? О, это двойная дубина? Ну, в смысле, опять, такая же огромная дубина, вот как эта. Только для проворных. Пробитие доспеха. Тоже пробитие доспеха. Кстати, пробитие доспеха лучше. Здесь 45, а здесь 49. Но тут вопрос больше в уроне. Сколько я буду наносить урона? И это можно проверить на каком-нибудь крокодиле. Хотя бы. То есть, если я хотя бы его буду шотать, то это уже тоже хорошая дубина. Ну да, хорошая дубина. Ну а теперь поднимаемся туда, наверное, наверх куда-то. Так, вот здесь я точно никогда не было. Вот, пикмеков, камазиса. Китайец в изгнании, боец. Слушай, Ого! Торговец. Покупка боевого копья черного круга за 15 древних обломков, наверное. Нифига себе. Блин, даже интересно. Что-то может быть такого. Ха-ха! Ну в смысле, какой-то может быть урон-то. Купец. Рабочий? Боец? Слушай, интересно даже. Типа, вот он, боец. да? 375. Блин, интересно. Материалы. Обл. Вот мне больше интересно, что за обл. Древний обломок, обломок. Блин, даже интересно. Кровопийца. Ага! Слушай, прикольно. Что? Про что я имею ввиду? Кровопийца. Прикольно. Возможно. Ого! Чувак, я тебя даже не заметил. Возможно, это какой-нибудь, типа, меч, который... Ага, это алтарь. это алтарь. С помощью которого я буду хиляться, кто же его знает. О, какая у тебя уродливая маска. ящичек, змеемага. Кровавый кристалл? А это у меня есть. Ящичек, змеемага, отрубленная голова курака. Этого у меня нету. Ну, слушай, это прям реально поселение. Кхитаец. То есть, кхитайцев. А, это боец просто. Нет. Подхожу, жму, жму, а это просто тупо боец. Так, здесь тоже боец. Боец. Ага, вот, големов делают. Интересненько. Да-да-да, я сюда вообще пришел за знаниями о големах. Так, тоже боец. Можете написать в комментариях, если вы знаете, полбоец вздрыхнет, что им требуется, или, ну, боец тоже, или что вообще это. камень переноса задействования. Что это такое? Так. Подожди, а где НПЦ, который мне должен что-то, так сказать, рассказать? Офигеть, тут высоко. Вот забрались, так забрались. Отшельники, ешкин кот. И, походу, делать сейчас надо будет домой сгонять за кровавыми кристаллами. Так, с этого руда. Хм. Ладно, поищем. Так вот, почему я его не нашел. На скрине чувак находится вот здесь, вот прямо, где вот это вот. Только, только самое, что смешное, на скрине кучи крови нету. И ящики не раздолбанные. То есть, вот, голем лежит, вот примерно так вот, вот факел целый, и типа это, и вот этот чувак вот стоит прямо вот здесь. Хм, терли, сно. Ах ты, ублюдок, мать твою за ногу, чтоб тебе твари калость. Ты там уже стоял. На скрине. Такс. Торс Кристального Стража за 200 кровавого кристаллов я могу получить, но могу изучить вот этот вот, конструктор големов. В общем, если вкратце чувак рассказывает свою историю, и о том, что они тут не просто так, они пытаются сделать врата, чтобы покинуть эти земли. Тоже прикольная идея. То есть, очень многие здесь примерно занимаются одним и тем же. Пытаются покинуть эти земли. Интересно. Такс. Меха, мека. Как он там? Вот. Оживление Стража. Мастерская сборки Стражей. Верстак големов. Это у нас в молоте Строители. Все. Появляется. Опять всякого говна налутал. ужас. Так. И где у нас он может быть? И как он вообще может выглядеть? Мне больше вот интересно. колдовство? Колдовство? О, это колдовство. Прикольно. Ой. Ой. Где вот? Так. Кирпич, железный брусок. И кирпич, железный брусок. Вообще фигня вопрос. Единственное, что, как я уже сказал, буду очень рад, если вы мне подскажете, во-первых, что это за вот древний обломок. Обл. Обл. Нет, это не обломок. Обл. А, черт его знает. Что это за древняя фигня? Вот. И есть ли вообще вот в этом смысл что-либо такое здесь покупать? И что я хотел проверить? камень переноса. Задействование. Кровавый кристалл. 30 штук требуется. Я это хочу попробовать загрузить. Так, стоять. А подожди и ты. Так, значит, пишем хови и возвращаемся сюда обратно. Так, давай посмотрим, что здесь будет. Закидываем. Камень переноса. Сейчас херак и сдох. И закончилась игра. Эм. Эм. путь между камнями переноса. О, ёпты, уж за ногу, господи, это. Чё? Это я в какую-то пещеру. Ещё кто-то орёт. ну я твой язык не... Я понял, я твой язык не понимаю, поэтому это... Офигеть! Офигеть! Ой-ой-ой. Короче, ладно, я сюда точно не хочу идти, у меня там гольма, короче, стынут. да и заодно бы языки бы поизучать все остальные. Но это прикольно. Я даже не думал, что здесь что-то такое может быть. Нет, сюда никак. Окей, валим. Валим, короче. Ага, и всё. И... И, короче, теперь это нужно в следующий раз опять по новую всё это дело ставить. Окей, окей, я понял. Кстати, валяется там, отдыхает. Ладно, всё, погнали до дома смотреть, что, как, на где. Дрыхнет. Всё ещё дрыхнет. Ну и раз пошло такое дело, позамём ту комнату, которая у меня не была занятой. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас с ровным счётом ни черта. Что у нас здесь? Здесь мы можем это дело оживить. Вы перегружены. Окей. Здесь у нас торс кристального стража. вас... О, господи. Так, ладно, давай смотреть головы. Надеюсь, вы здесь по качеству раскиданы. Свободная рука, свободная нога, свободная нога. Так, с стопором, стопором. это всё каменного стража. Слушай, давай тогда создадим каменного стража, раз. У меня на него всё есть. Каменная голова, нога каменного стража, ну и давай железного тогда уж. Свободная рука, ну и по ходу дела торс будет железного. А, вот каменного стража, отлично. Так, давай смотреть, что у нас здесь. Голова есть. О, второй появился. А, и вот так вот. И вот у нас сразу же муха. Прикольно. У него и нога сразу же отображается. Здоровье 10 тысяч, доспех, размер снаряжения, урон. Отлично. Слушай, а что у нас здесь? Верстак големов. Здесь по ходу дела какой-то механик возможно нужен будет. Доступны големы постройки. Что у нас тут пишут? Изучив талант станет возможность строительства вот этих верстаков. Изначально можно сказать два вида големов, каменных и железных. Чтобы изготовить кристального стража, считается топ, нужно купить ингредиенты, которые продают НПЦ. За кровавые кристаллом. Изменный китайский торговец продает ящик змеи-мага и за отрубленную голову курака, с которого иногда падает часть кристаллинического голема. Также с клубном на карте различных боссов можно выпать уникальной части голема. Это понятное дело. О, то есть вот эта шляпа, которая у меня самая последняя, это уникальная часть. И вот это тоже у меня уникальная часть. Хотя вот это тоже уникальная часть. Прикольно. Любовь големов можно улучшить, добавив им эффект замедления. К сожалению, големов невозможно отхилить, поэтому один из вариантов их смерти большой взрыв с уроном по окружающим объектам. Для этого нужно в крафте установить взрывную голову стража. Прикольно. Но вопрос как создавать. Положительный эффект распыления лотосов. Ага. Если при создании стража установить собственно вот это, то появится возможность получать радиусный баф от голема, который зависит от типа лотоса, помещенного в инвентарь голема. О, интересно. цветок лотоса кудра и он благовеннее этих, то есть, ну а что конкретно дает, то здесь не написано. Сбор ресурсов. Неплохих местах фарм кровог риска является данж, находится там же, где изучается големы. Аааа, на новой карте он отсутствует, в нем же можно изучить новый вид брони курака. Вот оно что, то есть, вот туда, куда я бегал, там можно поизучить, подбывать крововые кристаллы. Вот так интересно, как их можно добыть? Киркой это у кого-то надо валить обязательно добыча крово-кристаллов это понятное дело здесь вот есть места где собственно появляются чуваки из которых они лутаются но я так не был нифига не верстогольмов и можно ли создавать самому то есть а если можно то теоретически судя по вот этому то судя по вот этому я здесь могу сам их создавать но как здесь вообще видите ничего же нету то есть тут как бы это дело не логично то есть я по идее могу здесь создавать но я ничего создавать не могу интересно нога рука кристального стража у меня руки от каменного ну ладно бог с тобой давай попробуем оживить а я перегружу то есть пока я перегружен я ничего сделать не могу интересно и здесь ничего не появляется на это он сам есть еще сдвинулся сюда я еще вообще ничего не жму скверно накапливается и голем ожил вода а прикол так взять понятное дело я с него ничего не могу самостоятельно собирает дерево погоди ну-ка следовать за мной и маханьки какой он страшный ну честно когда просто на тебя такая махина бежит то как-то он страшновато выглядит если честно так ну это то что он за мной бегал здесь параметры его можно прокачать естественно поведение эмоции вступление в бой но это все по классике я понятное дело таковать вблизи охранять меня ходит меня так разбить оковы это я думаю тебя типа убить мне больше интересно вот это вот способность собирает древесина самостоятельно собирает дерево а то есть ты как бы ничего нет атака тоже не она ну не знаю короче как то работает вообще без понятия так приказал атаковать так то не кисло я бы даже сказал очень не кисло так 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 ага ты вообще никак не качаешься ничего что я вот это вот и не играла сразу протупил забыл как надо бывать ну допустим погнали обратно кстати выглядит конечно все очень прикольно издалека до писали в комментариях типу зачем такие большие стены нафиг тебе мол это надо ну блин ну вот эти ворота собака здоровы они здоровы вот эти ворота то есть это высота ворота ворот и просто без вариантов то есть вот эта верхушка точно так же верхушка от ворот то есть если бы они были бы вот так в три стенки я бы сделал бы в три стенки высоты но увы кстати также вот установил вот такой вот типа балкончик и вот кстати с него они атакуют да писали в комментариях что вот это вот работа не будет что то можно какие-то треугольнички поставить или что там как я понял вот эти вот типа вверх стены вот что-то типа того и они будут действовать они будут через него стрелять и все в таком духе но в целом в целом и так хорошо то есть вот стоит сверху вроде не падает и стреляет даже вот как то так точно сказать не могу да погнали посмотрим может ли голем могу ли точнее я голем поставить обратно блин ну как же это клёво просто прекратить следовать так ага нет я тебя получается не могу поставить обратно да нужно разместить на пол по которому можно ходить не ну как бы логично но здесь же можно ходить да прикольно голем ладно давай посмотрим вообще что у меня есть бок а страж с мечом рука каменного стража с мечом каменного стража допустим тоже с кристального стража свободная рука кристального стража и светоносна дома стража ну допустим давай сделаем так а это у меня тоже самое лошара так вот так прикольно я ноги не взял я взял две одинаковые руки но не взял многие а потому что ног у меня то и нету у меня вот одна нога получается и все но опять же мы можем посмотреть и без установки то есть вот на как это все выглядит это прикольно конечно но но у меня вот этот верстак не работает дебильный почему-то ну не дебил ли решил залезть таланты но не дебил ли а вот они они все что мне нужно было так давай все это дело изучаем вот на на глава про то что я читал что типа с косой пошла и те пары с той вспомогательной интересно вот то что типа после смерти он просто взрывается и наносит так не кислород неплохо теперь мне верстак должен работать вот она на теперь работает диктер на и так посмотрел видосик и смотри идет 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 ты смотри просто и пошел рубить 105 деревом и 100 веток работает это как то есть вот закинул я ему сюда и вот он пошел собирать дровесину все то есть соответственно он срубил и по идее еще должен встать на место на стал на место что мне это дает к примеру чувак погнали у меня у действия задуман да у меня вот здесь что спавнится но где задуман у меня спавнится и все короче ему плевать на все он просто сразу же идет такое дерево рубить дерево все и ему пофигу что где как то есть я его допустим ставлю вот здесь что охранять да вот но вот так а отлично сработало все и теоретически теоретически здесь будет спавнится деревья а он их будет рубить они будут спавнится он их будет рубить и это касается не только этого то есть здесь знание предков прости куда залез здесь касается также и инструментов вот допустим серп да то есть вот то что они добывают к исторический страж отлично вот посмотрим что он в каком радиусе будет то есть вообще поставил я его вот здесь что и посмотрим какому радиусе будет все это дело делать все он вернулся да был конечно не о чем взять добыл порядок дело ни о чем но деревья здесь исправниться и все я бы это добыл буквально раз 20 быстрее ты все медленно он потихоньку ну как вариант медленно потому что он каменный потому что я смотрел видос там у него металлические и быстро бегает но вот здесь же у меня каменный и по ходу дела именно в эту то его и загвоздка основная что он медленно и вот но что я могу сказать здесь у меня рано или поздно будет являться дерево и вот здесь как раз таки вот с установка конечно здесь уже попал на только про клики не прокликивание можно это сделать можно его здесь оставить будет дерево появляться он будет походить рубить а там уже будет видно так не там здесь они имеют свои эффекты глава кристального стража так это просто глава кристального стража серная голова а но это мне нужен именно этот я понял вот торс каменного стража то есть кровавую это железная рама уплотнитель для камня не кислая так торс железного стража химическая основа стальная рама да если бы их можно было бы разобрать это конечно было бы что-то с чем-то по ресурсам вот они могут добывать руду они могут добывать кожу и так далее то есть они все это могут добывать то и самое главное им давать это вот в это окно скид закидывать то есть вот это вот а собрать голем будет искать и собирать эти ресурсы то есть самое главное сюда это закинуть и все то есть вот закинул допустим кожу это предмет нельзя переместить так как у него а топор на вот был бы меч то он бы мог бы и кожу раздирать такие вот и лан не конечно это прикольно это прикольно чисто поиграться то есть автоматическая ферма деревьев но это при учете что у тебя есть большая территория на которой спавнится постоянно деревья то есть огражденная территория его же могут завалить то есть он никак не хиляется а это уже основная типа проблем все-таки вот данжик я потом посмотрю видосик возможно туда сходим возможно не только туда походим по каким никаким боссом либо еще что-нибудь где-нибудь как-нибудь зачем-нибудь вообще не знаю что я сейчас говорю в общем до высокий в общем посмотрим что будет дальше вообще в перспективе все-таки для начала улучшить все верстаки все-таки то есть переделать базу улучшить верстаки посмотреть что еще нужно возможно про колдовство что-то посмотреть у меня вроде бы даже колдук где-то есть прирученный вот и уже по пещерам походить в целом я посмотрел что нужно для того чтобы закончить игру ничего сложного нету но так как я хочу посмотреть все аспекты игры вот допустим голема кстати как я понял их добавили довольно таки недавно вот потому что видос тестирование я вот это вот всего у големов видос был пять месяцев назад то есть это еще либо только добавили либо собирались добавить типа стейдж инкветы к и все в таком духе то есть прям недавно и добавили что прикольно вот и вот так вот а по дерево появилась он пошел убить красава лет через двадцать у него будет стак дерева с этим это было два дерева но я вот это вот установил и теперь одно только дерево появляется жаль все срубил дерево еще раз назад вернется красава красава ладно в общем планы они такие и броню получше сделать и верстаки поставить и все в таком духе но на сегодня я уже с вами буду пожалуй прощаться как говорит всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайки комментировать на и конечно же делиться моими видео со своими друзьями на этом все всем удачи всем счастливо добро всем пока а